Морелатэ это высокий бренд на мебельном рынке. На эту выставку замечательную мы привезли несколько новинок. Стол, который выполнен из ясеня и с ламинатом опять же из дерева. Новые стулья типа карамболь, которые имеют ножки в виде бильярдных киев. Это массивчики натурального дерева олег и клен. В сочетании с этими стульями можно поставлять такой же точно столик, карамболь и тоже у него вот такие вот ножки. Комод из ночи каналетто, орех каналетто с красивыми вот такими врезными ручками. Материал очень интересный, такой теплый, который передает ощущение комфортности и уюта. Из этого же материала выполнена стенка. Ощущение легкости, воздушности и вместе с тем элегантности, прямые линии. Зночек каналетто, материал который пользуется огромным спросом сейчас на российском рынке, не только на российском. Для удобства есть специальные полочки, можно сделать лесенку, который будет на штангах передвигаться. Переходим к самому интересному объекту. Это кресло знаменитого дизайнера, архитектора Марио Ботта. Это предмет, созданный специально для музея Марелата. Наша фабрика обладает единственным в Европе музеем прикладного искусства в мебели, который располагается на вилле Дионизи, местечке Чирея, под Вероной. Специально для этого музея мебель поставляется самыми знаменитыми дизайнерами, изготавливается в единственном экземпляре. Мы на этой выставке представляем новый том, новую книгу, посвященную изготовлению мебели под размер. Вот последний проект, самый интересный, который был запущен в феврале месяце, если уж мы находимся в России, то говорим о России, это Ледовый дворец Алена в Сочи. Вип-зона была полностью оформлена Марелата. Так что Марелата фабрика очень значимая, которая делает очень много и для развития мебельного производства и для развития, скажем, современного дизайна.